Человек вам пришел, у меня радостная новость, мы не видели с моей подружкой два года, и она ко мне приезжает, и мы уже завтра с ней увидимся, она уже в Москве, но у нас на завтра запланирован целый день нашего похода, попозже расскажу, что у нас запланировано, это нестандартный будет такой влог у меня в этот раз, надеюсь, будет интересно что-то, и вообще я не забуду снимать, потому что я еще там, блин, блогерка. Она у меня барсня уже взрослая, и я ей тут подготовила небольшой презентик по случаю выпуска из Уника, поэтому сейчас небольшой такой онк-пайкинг устроим, я тут уже все собрала, опять я, она вела блог и ничего не показывала, что она делает, я вставлю фотку, смотрите как я упаковала, симпатично, потому что Вайлдбери со своими наклейками вот на полную упаковку, я готова драться просто с ним, но я, у меня много всяких разных материалов, благо я нашла у себя вот такие вот всякие вещи, упаковочную бумагу розовую и вот такую ленточку перевязала, так симпатично получилось, вот что там внутри. Я не знаю, как она с длинными ногтями будет это делать, но она вроде как-то пару месяцев назад мне сказала, что она хотела бы тоже что-нибудь собрать, какой-нибудь ромбокс или конструктор, потому что я тоже собираю, и я надеюсь, до сих пор ее запал, не пропал, и ей понравится. Ну, потому что мы обе с ней немножко повернуты на хеллоу-китевой вот этой всей теме, и мне кажется, это очень прикольный подарок. Вот, я взяла самый маленький специально для того, чтобы ей хотя бы попробовать, вообще понравится, не понравится, потому что если брать какой-то большой конструктор, эту балдущую надо собрать, потратить на это много времени, и вообще получится у нее или нет, я не знаю. У меня была проблема на Валберрис, но это как река души, вот эти замечательные продавцы, которые не пишут, в каком состоянии придет к вам товар. Мне просто, чтобы вы понимали, первый раз, когда я заказала, мне пришел конструктор без коробки, вот без этой упаковочной коробки, я такая, а, спасибо, и благо нашла у других продавцов, заказала, причем у других двух разных продавцов. Я себе, естественно, вот этот вот обглодыш оставляю, ей презентую вот такую красоту, и она любит бататы, я увидела вот это, я надеюсь, ей понравится, потому что я не пробовала такое, но она любит бататы. Мне кажется, это должно быть прикольно, плюс здесь нет сахара, она сахар у меня не ест. Смотрите, какой пакет красивый, я подобрала, он еще блестит симпатично, не знаю, видно или нет, но вообще он классный, очень красивый, здесь тоже, посмотрите, какие штуки, брюки. Вот такой вот я сюрпризик ей подготовила, захотелось, во-первых, поздравить, это целая голова в ее жизни закончилась, да, новый этап в жизни, плюс захотелось что-то оставить на память, вот, об этом моменте, и о нашей встрече, и о ее жизненных переменах, чтобы вот она смотрела, и как-то теплые какие-то воспоминания у нее были об этом. У нас по планам зайти в какие-нибудь секунды, поесть веганской еды, возможно, попить бабл-ти и, в принципе, просто привести клевое время. Проблема в том, что в Москве 30 градусов тепла. И из этого вытекает другая проблема, немножко спойлер, что же я надену? Очень сложно мне было все это подобрать и решиться. Первое, с чего я хочу начать, в первых, посмотрите, какая у меня потрясающая тарелка, я ее купила в фамилии, просто посмотрите, этот роскошь путиков. Я сюда положила, я вообще хочу ее использовать для сладости и для всяких фруктиков себе на стол, но сейчас я ее вот примазрячила вот для этого. Я выбрала из своих, из экранов, аксессуары, которые я бы хотела надеть, но мне надо выбрать что-то отсюда, тут и цепочки всякие разные, и сережки, единственное, что будет не от браслетов, но вот как-то так, и колечки в том числе. И я вчера носилась по секундам, по итогу я нашла себе платье, чтобы вы понимали, за 390 рублей фамилии. Представляете, я себе тоже представить не могу, вы когда его увидите, вы, наверное, обалдяете вместе со мной, потому что я, когда его померила, я мерила еще несколько платьев, и это платье, такое ощущение, как будто оно просто на меня было пошито. Я в одном из последних видео показывала уже этот образ, первый вариантик был такой, но за небольшим исключением я хотела вот эту кофточку, которую вязала, поменять на другую вязаную кофточку, но я банально не успела ее связать. Вот такая она должна была быть, сетка с длинными рукавами, потому что у меня как бы жара, все дела, будет печь, и надо как бы закрывать немного руки хотя бы, хотя бы какими-то сетчиками, но принято было волевое решение изменить планы. Сейчас покажу второй вариант. Второй вариант был вот такой, но за небольшим исключением здесь должна была быть другая майка, но она сейчас в стирке, она еще не успела высохнуть у меня, поэтому показываю лучше аналогично, но она должна была быть розовой, чуть ярче, чем вот такой вот цвет, и с более глубоким вырезом. Мне хотелось бы чего-то более, как будто бы нарядного столь, но удобного и симпатичного. Жестко жаль, что я не успела эту сетку связать, конечно, был бы, мне кажется, супер прикол, сменовый ах. И вчера я нашла его, сейчас все покажу, но хочу просто объяснить, что я вообще изначально ехала за какой-то кофточкой, чтобы к юбке подобрать какую-то легкую такую накидушку с длинным рукавом, но она меня сама нашла. Вот, суперское платье, я не знаю, оно мне так нравится, 390 рублей. По идее, мне должно быть в нем легко. А что я по итогу выберу, увидим завтра с вами. Ну вот такая вот я тетя сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Извиняюсь сразу за ракурс, у меня просто нет таких сил его выстраивать по-другому, потому что прошло 4 дня с нашей встречи, и я заболела буквально через день. На следующий день я чувствовала себя более-менее ничего, только была очень уставшая, мы находили 18 с половиной тысяч шагов. Когда я приехала домой, у меня было практически все 20 тысяч, то есть прям прилично. И уже через день я проснулась, у меня было не очень хорошее самочувствие, у меня слева стороны что-то как будто скрежетало в горле, и как-то было некомфортно есть. И вот мне пришлось выехать как раз в этот день по делам. Я промоталась целый день и к вечеру все так усугубилось, и вот я вчера вся в соплях, а в слюнях или живая просто откисала дома. И на самом деле это так тяжело, болеть в такую жару 30 градусов, это просто какой-то кошмар. И ты внутри горишь, снаружи все горит, и ничего не проветривается, ветерочка на улице нет, кондюров у нас нет. И я просто вообще кипячусь. Короче, да. Что я хотела? Я хотела вообще-то подвести итоги. Я все-таки осаплива еще много говорю, и мне тяжеловато немного еще пока говорить. В общем, что я хотела вам показать. А, и сказать хотела, что, пожалуйста, даже в такую жару не нужно заходить в супер холодные, замороженные какие-то скандеры помещения. Прохладительные напитки надо пить с осторожностью. Короче, все. Будьте осторожнее и берегите себя на своих близких, как говорится. Что я хотела показать? Я в секондах ничего не купила. Мы случайно забрели в секонд, который был просто в одном помещении с тем, который у нас был по списку, по плану. И там я купила себе извещение чего, как и в остальных секондах, но я купила на память себе открытки. Тут очень прикольные разные открытки. Я выбрала 4 штуки, мне кажется, они прикольные. Ой, 4-5 штук. Просто одна я мама уже подарила. Вот, там был до майора Кузи из советского мультика. Мы очень с мамой его любим. Вот, я когда ее увидела, это открытка с ко мне. Все, без нее точно не уйду. Ну, а дальше там ко мне прилипло, блин. Первое, что я хочу показать, это вот эта потрясающая открытка. Он от художницы Одри Дарнт. Не знаю, очень красивый. Вот, и я их взяла, ведь, открытки для того, чтобы периодически, может быть, менять, как я делаю обычный. Меняю свои коллажики на... Короче, инсталляцию на стенке бокового шкафа около моего стола, точнее, над моим столом. Вот, и туда вот повешу. Потом, ну, моя стилистика Япония. Это серия открыток из какого-то музея. Очень красивый. И там вот в этом секунде... Мы не поняли, как называется секунд, но если мы правильно читаем, то... Если мы правильно прочитали, то называется он Кринжело. Тут будет название. Ну, вы случайно совершенно, как я уже сказала, нашли. Но там много клевых штук. И у меня подружка там купила себе полароид очки оригинальные, а я вот набрала себе открыток. Вот такую я еще маме взяла, но я ей уже подарю на Новый год. И, разумеется, это прям советская, представляете, прям советская открытка. Это просто что-то с чем-то. Четыре копейки почты из СССР. В 88-й год. Я уже говорила, я вообще пищу по такими вещам. Маме тоже нравится. Я когда ее увидела, подумала, боже, какая копейка есть. Мне срочно надо. Вот, к основному подарку Новый год. Я надеюсь, я к новому году про нее не запомню. Вот она мне пойдет. И вот последняя вот такая открытка. Мне нравится еще ее формат. Что она выглядит, как фотография распечатанная с фотиком и ментальной печати. Очень красивая. Это Рерих. Вот, Лилии. В 38-м году. Очень красиво. Музей Николая Рериха, Нью-Йорк, США. Очень красивая. Такие вот дела. В целом, я получила просто, знаете, на гус вперед более эмоций. И на самом деле, такие встречи, они суперценные. Они как-то по-другому ощущаются. Когда вы задружите на расстоянии, мы наболтались, насмеялись, надеялись. Немножко такие сплетничались. Супер, мне кажется, провели время. Если бы была еще погода к нам более благосклонна, мне кажется, вообще, это был бы день просто не 10 из 10, как он был, а 11 из 10, я считаю. Попробовала в первой в жизни bubble tea. Мне в целом понравилось. Но топиолка, как я, собственно, и ожидала, она супернелюбительная. Это господи. И, ну, в целом, мне понравилось. Очень прикольно. Я взяла без молока себе такую какую-то свеженькую часть с апельсином и персиком. Также мы были в веганской кафешке, потому что я веганка. Моя подружка нет, но она за любой кипик. В этом плане ей тоже очень было интересно всякое разное попробовать. Это уже вторая наша заведевшка веганская. В 22-м году мы были в Roll to Go. И вот у меня уже есть с чем сравнивать. Я могу тоже сказать, что в Цинниках, где мы были в этот раз, мне понравилось гораздо-гораздо больше. Там потрясающий, был великолепный просто лимонад. Колубника, ваниль. Очень вкусный, мне он очень сильно понравился. И само блюдо было огромное. Вот такая вот тарелка в болу. Мы брали болу одинаковые с подружкой. И это было просто потрясающе вкусно. Я полагаю, что, скорее всего, они либо заказывают у кого-то собственное изготовление тофу, либо делают его сами. Потому что тоф был просто нежнейший. И также они самостоятельно выращивают микрозелень. То есть мы когда сели, подружку увидела какие-то стенды, которые подсвечивались ультрафиолетом. И она такая, о, давай посмотрим, что там продается. Я посмотрела, такая, блин, там, наверное, микрозелень у них выращивается. И на самом деле так и получилось. Когда мы уже проходили уборную, проходили мимо этих стендов, оказалось, что действительно микрозелень, которая, собственно, выращивается у них, и они добавляют ее в свои блюда. В других секундах мы были, это был чарти-шоп. Там в целом было прикольно, много очень интересных, классных вещей. Но, честно, мне не очень близка была атмосфера там внутри. Было ощущение, что постоянно за тобой наблюдают. Я видела, как периодически девушка курсировала. Я так подумала, мне так показалось. Во всяком случае, я ничего не убеждаю, разумеется. Я единственное, что попросила у них разрешения съемки, я понимаю прекрасно, что в любых общественных заведениях я могу беспрепятственно вести съемку, получать информацию любым доступным мне способом. Но я почувствовала вот этот вот дискомфорт сразу, как мы туда зашли, и я лучше, пристраховавшись, спросила. У меня разрешили. Поэтому я и смогла вставить всякие разные кусочки оттуда. Я ничего так не купила, но мне очень понравились некоторые вещи. Сразу скажу, что с артументом действительно классный. Там и люкс, прям есть такой тяжелый люкс. Не знаю, я была, видимо, такая замдохавшаяся вот этой вот жарой, вот этой вот погодой. Плюс у них было как будто бы плохо кондиционируемое помещение. Мне было там душно. Вот, потому что они были на минус первом этаже. Вот само помещение мне очень понравилось. Но вот было душновато, и как-то вот не мой вайбик, короче. Также мы были в Остропе Остропе Остропе, мне показался магазинчик такой хипарский. Там вообще расслабон, там очень приветливая девушка, которая вообще не отсвечивала. Она просто сидела за ресепшеном, если так можно это назвать. И вообще ей было абсолютно у нас все равно. Она рассказала про акции, которые у нее действуют в магазине, и все. Разные постеры, клевые веселья. В принципе, мне там понравились такие стили в эстетике, фаточковое платье. Мне нравится, зачастую, как тут. И ничего не мерила, абсолютно никакие вещи. Хотя многие мне вещи в разных секондах понравились. Также на Новокузнецке еще был секонд Остропе Остропе и Токио. Они были в одном помещении. Грубо говоря, один секонд, просто на каких-то вещах были бирки Second Cat и на каких-то Токио. Все. Мне там понравилось очень сильно на платье, но я его не купила и не стала мерить, потому что оно для меня показалось очень жестким и колючим. Хотя, очевидно, материал у него должен быть какой-то натуральный, не животный. Но почему и не шерстяной, почему кололась, я не знаю. Я не люблю такие вещи. Я очень люблю, когда вещь мягкая, вещь уютная, в ней комфортная. Она не как мясковое движение. И в целом в ней комфортно. Она не колется, ничего. Я вот самая бесячая в одежде, что может быть. Это неподходящий размер. И чувство, что одежда на тебе колется. Это прям жуть. Жуткая, вот. Там не могу сказать, что мне как-то супер понравилось. Тем не менее, тоже были интересные позиции. В японской стилистике и тематике были прикольные. Вот. Что мне там не понравилось? Какая-то, даже не знаю, как это назвать, ретро-косметика, которая валялась, ну, лежала на полу. На каких-то чемоданах или на каких-то коробках. Прямо все так было навалено. Много разной косметики. Не уверена в ее оригинальности и больности. Там, по-моему, было Dior, Chanel и Too Faced. Более такой легкий ее сегмент. Более махмарки. И все было явно вскрытое. Сколько лет этой косметики? Почему она вообще в таком формате продается? Может быть, для того, чтобы просто поставить ее на полочку, как аксессуар? Я вижу ее использование только в таком формате. Исключительно в таком формате. Большой за просмотр. Мой такой монолог был. И такая... Поделилась немножко впечатлениями о дне. Все сопливо. Надеюсь, мне было не супер неприятно слышать. С моим гундосичным голосом, вновосговорящим. Вот. Я постоянно веду. Я надеюсь, я это все вырезала, конечно. Еще раз спасибо большое за просмотр. Такой для меня немножко интересный формат. Немного другой. Не похожий на другие мои видео на канале. Но, надеюсь, было интересно. Все раз спасибо большое за просмотр. Обязательно все берегите. Потому что это очень сильно важно. И не делайте такие глупости, как я.